За последние 10 лет забота о пациентах с онкологическими заболеваниями в клинике научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и транспантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова достигла высокого уровня. Отделение восстановительной медицины работает в структуре клиники с 2008 года. Штат отделения представляет мультидисциплинарную команду, в которую входит врач-гематолог в качестве заведующего отделением клинические психологи, врач-психотерапевт, врачи по лечебной физической культуре, методист-инструктор, воспитатель и старшая медицинская сестра. Улучшение выживаемости пациентов позволило выявить долгосрочные последствия лечения, возникающие несмотря на решение проблем, связанных с основным заболеванием. Для успешной реабилитации во время и после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток необходимо комплексное и долгосрочное наблюдение за пациентами в структуре биопсихосоциального подхода. Реабилитация онкологических больных начинается с момента знакомства с пациентом и его родственниками. Наша команда определяет реабилитационный потенциал каждого пациента и формирует индивидуальную программу его сопровождения. Работа проводится с пациентами всех возрастных групп, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении. В зависимости от состояния пациента и периода его лечения, занятия могут проводиться как индивидуально в палате, так и в группе под руководством специалистов отделения. Приоритетным направлением работы отделения восстановительной медицины является профилактика и лечение осложнений аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и улучшение качества жизни пациентов в посттрансплантационном периоде. Мы сотрудничаем с волонтерами и представителями благотворительных фондов. Непосредственно в клинике совместно с благотворительными фондами «Когда ты нужен», «Свет», «Адвита», «Мечты сбываются», «Радио Балтика», организованы игровые занятия, мастер-классы, новогодние праздники. Ежемесячно проводятся музыкальные концерты артистов Эрмитажного театра. Наши пациенты, как юные, так и взрослые и те, кто помогают им в процессе лечения, испытывают разного рода тяжелые переживания, начиная от тоски по дому, надежды и отчаяния, колебаний, от разочарования к новой надежде. Нередки стыд и вина, бывают и суицидальные мысли. В этом смысле наша, как психологов, задача помочь, чтобы эмоциональный фонд был в помощь лечению, а не в противодействии ему. И для этого мы используем разного рода техники, начиная от арт-методик, разного рода игровой терапии, бесед психотерапевтических, до работы с телом и методик когнитивно-поведенческого направления. В предтрансплантационном периоде мы оцениваем функциональное и психологическое состояние пациента после предшествующего лечения основного заболевания и его осложнений. Осуществляем психологическое сопровождение пациента и его семьи, информируем о предстоящем лечении в клинике. Определяем базовые функциональные характеристики, выявляем области риска для составления конкретного плана по реабилитации, для исправления или уменьшения проблем при ТГСК, что особенно важно для пациентов старшего возраста и для лиц с сопутствующими заболеваниями. Я врач по лечебной физкультуре отделения восстановительной медицины в этой клинике. Работаю со взрослыми пациентами. Также в штате отделения есть доктор, который работает с детьми и два инструктора-методиста ЛФК. Задачи нашей службы состоят в индивидуальном подборе физической нагрузки для каждого пациента. Также мы занимаемся профилактикой лечением осложнений, которые возникают в ходе трансплантации костного мозга. Комплекс проводимых занятий лечебной физкультуры направлен на профилактику инфекционных осложнений в условиях гиподинамии, а также на ускорение восстановления кроветворения, укорачивая таким образом период цитопении. Зал для занятий ЛФК оснащен специальным инвентарем. Шведская стенка, гимнастические коврики, велотренажеры и мелкий специальный инвентарь. Это гимнастические мечи, массажные мечи, балансировочные диски, массажные балансировочные полусферы, гантели, ленточные амортизаторы и гимнастические палки. С 2017 года работает и пользуется популярностью балетный класс и групповые занятия йога для детей. В зависимости от состояния пациента и периода его лечения, занятия могут проводиться индивидуально или в группе под руководством врача ЛФК или инструктора-методиста по ЛФК. Своевременно начатая и систематически проводимая лечебная физкультура у пациентов, получающих высокодозную палеотивную химиотерапию или трансплантацию костного мозга, приводит к уменьшению тяжести осложнений, таких как полинеропатия, миопатия, диарея, болевые синдромы различной этиологии, снижению частоты развития инфекционных осложнений, особенно со стороны дыхательной системы. Наша команда решает задачи, встающие перед пациентами и специалистами клиники, определяет уровень информированности о болезни и лечении, определяет исходные функциональные резервы пациентов и особенности психологического состояния, помогает в адаптации к условиям стационара и создает комфортные условия, мотивирует в соблюдении режима дня и лечения, сохраняет двигательную активность в рамках проводимого лечения, консультирует по вопросам правильного питания после трансплантации костного мозга и полихимиотерапии, разрабатывает индивидуальную нутритивную поддержку пациентов, создает и поддерживает психологическое благополучие пациентов, их окружение и персонала клиники, проводит педагогическую работу, сохраняет учебные навыки и восстанавливает моторное и когнитивное функционирование, организует этапную реабилитацию в посттрансплантационном периоде, в рамках работы школы пациентов ведет просветительскую работу с пациентами и их родственниками о проводимом лечении, возможных осложнениях, необходимости соблюдения предписанного режима и правильном образе жизни, проводит мероприятия по профилактике профессионального выгорания специалистов. Редактор субтитров А.Семкин